Ну а прямо сейчас премьера нового специального проекта «Изменить себя». Всю неделю мы будем рассказывать о разных рецептах молодости и здоровья, иногда неожиданных, которые предлагают красноярские клиники. Какие губы сейчас в моде? Как за одну лазерную процедуру помолодеть на 10 лет? Сколько иголок нужно, чтобы бросить курить? И что нужно знать, прежде чем ложиться под нож пластического хирурга? Об этом и не только расскажет автор проекта Татьяна Каминская. Накаченные гипертрофированные губы, маскообразное лицо после ботулотоксина – это всё уже ушло в прошлое и сейчас считается некой мельфорой. К нам обратился один, два человек, просил эти морошки на голове. Подчувствоваться должна иголочка. Ну, я её чувствую, она не скажет, что больно. Брать кровь из пальца куда больнее. Эта процедура называется ультразвуковая кавитация. Кавитация предназначена для уменьшения объёмов жировой ткани и также уменьшения проявлений целлюлита. По статистике, каждая третья россиянка прибегает к услугам косметологов. Каждая шестая хотя бы раз пробовала лазерное омоложение. Быть молодым и здоровым как можно дольше – нынче тренд. В Красноярске с десяток центров красоты с разнообразным арсеналом чудо-средств. Мы решили проверить, какие рецепты здоровья и молодости самые востребованные на сегодня. Кто рассказывает? В стремлении к красоте не чуждо и мужчина. Мой коллега, ведущий новостей Сергей Митрухин, согласился стать подопытным и на себе протестировать действие уникального двойного лазера. Для Сергея мы выбрали актуальную в его случае процедуру – лазерной эпиляции пальцев рук. Есть два вида лазера. Это александритовый и неодимовый лазер. Данный лазер, они очень характерны для того, что можно выполнять при любом типе кожи, любой цвет волоса абсолютно. Это безболезненно, потому что встроена система охлаждения. И, соответственно, длительность процедуры самая максимальная занимает – это час по времени. Передничество между процедурами – это один раз в месяц. И, соответственно, самый максимальный эффект, чтобы полностью исчезли волосы – это в течение 5-6 процедур. Верхняя губа, подмышечные впадины, ноги. На эти зоны, по словам Натальи, чаще делают лазерную эпиляцию. Цена вопроса – от 2000 рублей до 10, в зависимости от зоны, за одну процедуру. Для полного избавления от волос навсегда. Напомню, нужно как минимум 5 процедур. Нашему испытателю результат в целом понравился. Говорит, брови выщипывать больней. Лазерные технологии сегодня являются одним из важнейших направлений эстетической медицины. Существуют различные методики для удаления разного рода новообразований, лечения растяжек, удаления пигментных и сосудистых патологий, лазерной шлифовки и омоложения кожи лица и тела. Лазерные методики – это будущее однозначно за ними, потому что фракционные лазеры позволяют нам убирать излишки тканей. И если раньше только к хирургу можно было обращаться с этим, то сейчас на ранних этапах, когда ещё, в общем-то, женщина, ну, скажем так, с ранними проявлениями старения обращается к нам, то мы можем хотя бы уже предотвратить то, что у неё потом будут какие-то активные провисания, избытки кожи и так далее. В борьбе с морщинами лазер – первый помощник, уверена Наталья. В этой клинике работают на лазере СО2 нового поколения. Его можно использовать даже для тех зон, куда раньше вторгаться опасались, из-за большого количества осложнений. Но с появлением новой, более совершенной установки, можно обрабатывать ткани любой зоны – от мочек ушей и кончиков пальцев до подвижного века и шеи. Ирина пришла бороться с так называемыми кольцами Венеры. Наносится сначала крем обезболивающий, потому что если без анестезии, это не очень приятно. Процедуру лазерного омоложения здесь включают плазма лифтинг. Это безоперационная методика самоомоложения кожи. Эффект достигается за счёт инъекционного введения в проблемные места кожи собственной плазмы крови, богатой тромбоцитами. Всё зависит от того, какую мы проблему решаем. В комплексе эти две процедуры запускают процесс регенерации. Кожа становится более упругой, гладкой и подтянутой. Но это позже, дня через три. Пока нам заметно только сильное покраснение на шее. Одна процедура минус 10-15 лет, уверяют косметологи. Первичный курс требует в среднем 4 процедуры. Омолодеть шею, например, будет стоить от 18 тысяч рублей. Я знаю, что впоследствии будет небольшое жжение, где-то на протяжении часа, ну, максимум 2. И потом всё прекрасно. Процедура очень мне нравится. Есть и противопоказания. Беременность, злокачественное образование, повреждение тканей. Прежде чем решаться помолодеть, проконсультируйтесь со специалистом. А вот какие документы и сертификаты обязательно нужно проверить у вашего косметолога, расскажу в продолжении проекта. Гарантия того, что вам что-то левое могут вколоться, это, конечно, основной ВИЧ косметологии. Смотрите завтра в 19.30. Татьяна Каминская, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.